всем привет сегодня перед нами новый выживастик попал он ко мне совершенно случайно кто-то из знакомых подсказал что вот есть такая классная новая игрушка кто-то где-то видел а я еще в нее не играл ну вот сейчас поиграем новая игра обучение нам не надо мы уже немножечко поиграли чуть-чуть в нее так что кое-что примерно представляем так давайте сложность ставим на нас среднюю можно конечно и максимальную но это просто удлиняет время развития по большому счету ну ни на что не влияет меньше плодородного места соответственно дольше будем развиваться все так катастрофы ну опять же катастрофы тут не критично не такие больше похоже не знаю магию там электромагнитные бури это вообще молнии бьют с неба метеоритный дождь нам просто напалм падает такое все в стиле сталкера поставим тоже средненькую ресурсы стартовые но давайте тоже средненькие максимальные тоже можно это не критично в начале все равно и все достаточное для выживания но так будет просто быстрее играться так группа выживших давайте тоже средненькую испытание ну давайте тоже средние вокруг окружающие нас бандиты чтобы были там сильно злыми или не сильно злыми хотя опять же сильно злые не сильно злые отличается просто количеством ходов нужных для их выбивания просто дольше будет но вот это рандомные всякие приключения которые будут подсказывать нам сама игра подкидывать типа как ведущий который нам ведет эту всю нашу партию то есть как бы можно большие но только бы маленькие то не полностью соответствует вашему уровню то есть то что у вас есть вы всегда сможете то есть лично принимать выбор принимать или нет средний это 50 на 50 и верхний это вообще банг лимит то есть как получилось так получилось но эти средники чтобы какой-то интерес красное знамя флаг свободы вымпел знаний о рабочий класс давайте да за рабочий класс форма валентайн где-то бург где-то бург детка да это точно шоке табу и счастье для всех и даром а из стругацких не стругацких я не хочу выживание и процветание преодолевать и превозмогать разделяю властвуй отстроим и заживем вот это вот да вот все восстановим и будем жить нормально ну поехали игрушечка интересная с нее уже немножечко поиграл ну скажем так прямо не fallout все более реалистично имею ввиду сейкинг там антураж все дела такой себе выживальчик нос очень несколькими интересными моментами очень интересными необычными наверное даже так функциями функционалом есть некоторые вещи которые я ну я не встречал может они есть их просто не видел и мне не очень понравились в этой игре я так немножко уже подразобрался еще не во всем но хотя бы немножко это предварительная версия и тут еще достаточно много косяков багов и всякой другой ерунды вот но я думаю к моменту релиза это все будет исправлено это в общем-то все достаточно косметические такие недостатки которые просто ну комфорта меньше дают что я бы так сказал но все стилистика сурвивал выживание она очень такая хорошенькая такая сурвивалисты такие матерые будут просто всплакнут от счастья и так вот у нас наш сценарий у нас сломался автомобиль посреди дороги и где он собственно сломался там мы его организовываем нашу колонию первое в нашей колонии у нас минус вода отрицательная вода у нас есть небольшой запас в машине 300 литров но он постепенно будет иссякать поэтому самым первым делом что нам надо построить это естественно построить корову корову кородец туп за плиты языкается колодец когда будете выбирать место для строительства колодца смотрите внимательно на его производитель свитим 90 100 100 процентов вот это будет самое лучшее место максимально здесь даст воды и так на воду пошли ребята вторым делом так у нас и бездомные ему может закраса желание построить им там палатки временные пристанища между ними разница позже расскажу но я не советую сразу это делать сразу этого делать не надо еду опять же нет тоже сразу делать иду не надо почему потому что первое время мы протянем отлично на ягодах вот кстати отличная вещь первая из тех интересных переместить рабочую зону раньше у нас как есть какое-то здание она чего-то добывает вот к этому зону вокруг себя и чтобы его где-то давай другом месте его надо либо разобрать и построить заново либо просто построить новое то есть таким образом расширять зону здесь не надо я раньше такого не видел мне очень понравилось известно очевидная примитивная вещь но вот как-то вот раньше она никак не попадалось здесь можно перемещать рабочую зону здания то есть здание остается там же где она была а рабочие будут ходить туда куда вы скажете иди добывать там это прямо скажем инновационно мне очень понравилось очень это вот задумкой задумка просто огонь так пошли у нас собирать вон какие-то вон там доски какие-то там что это у нас палеты какие-то лежат что вот и бетон шлакоблоки будут собирать шлакоблоки для строительства не нужны и так дальше мы будем строить час захотим о давай теперь дом построим или давайте огород или дом жверолова нет не надо торопиться не надо спешить вот мы колодец построили у нас плюсовая пока баланса отлично дальше нам надо построить станцию по приему металлолома это очень важное здание одно из самых фактически важнейших в начале и станция кстати вот по переработке пластика тоже одно из самых важнейших зданий двоих давайте ускоримся немножечко чтобы они быстрее это все делали почему потому что сейчас нам для основного строительства понадобится очень много металла и понадобится очень много пластика а потом как мы начнем строить это начнет очень сильно тормозить процесс игры домики мы позже построим в этом ничего критичного не давать еще больше ускоримся вот такого вот появился у нас станция по переработки переработки пластика так назначаем ему рабочую зону так он нашел поближе никого нет то общая карта мы выскочили случайно далековато ладно на безрыбье рыбак рыба давайте бегать сюда будем вот назначаем рабочую зону а металл зато вот прямо под боком вот прямо прямо под боком назначили эти две вещи и теперь вы скажете ну все теперь давай дома строй дома ты же строитель нет ребята строим дальше третью самую нужную вещь нет это не мастерская не портного лавка они тоже нам нужны но не так критично третья нам нужная вещь это медицинская палатка это критически важная вещь у нас вечно кто-то то поломается то заразиться то облучиться то еще какую-то штуку сделать и чтоб потом не строить могильник лучше построить сразу заранее медицинскую палатку потому что придется строить могильник ребята объясняю почему если не оказывать помощь посильную своим импом то они заболев у них есть какой-то срок который они еще переживут и вы бросаетесь тут строить медицинскую палатку пока ее построить пока соберут на нее ресурсы пока там она доведется построиться все обычно этот брыг и умер и уже пора строить палатку смысле могильник почему даже трупы так просто валяться не могут они очень сильно отрицательно сказываются на морали ваших поселенцев и могут вызвать заражение поэтому чтобы не строить могильники потом лучше сразу построить медпалатку и вот сейчас у нас вот видите нигде упали то не спят бедненький но терпите терпите спартанские условия это необходимость а тут выработали кстати ягоды вот сюда перемести переместим рабочую зону чтобы легче было носить так ага все 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 тихо построили палатку вот у нас тут работник медицинский мы его пока снимаем пока у нас никто не больной он нам не нужен и вот только теперь мы строим палатки строим именно платки не строим временное пристанище почему потому что объясню да вроде бы временное пристанище получается дешевле больше людей в него влазит но в нем не будут люди размножаться а люди как не сложно догадаться это у нас один из самых важных или я считаю даже важнейший ресурс в этой игре и они должны размножаться чтобы из наших людей где были еще больше людей вот для этого нам нужны по любому палатки потому что именно в палатке они могут размножиться вот такая вот условность ну как условность тоже прямо скажем не такая уж и условность действительно если их там шесть человек в одном помещении живет ну как-то у них там времени и место для интима наедине как-то я думаю немного на в палатке там по двое и нормально шпили вели и побежал ребятеночек а нам это повторюсь очень очень нужно так проложим грунтовочку и дорога хороша они по ней лучше бегают здесь тоже проложены так красиво вот как то так вот как то так все пусть строятся а как они построятся здесь мы им тут же назначим следующее необходимое здание и это как вы думаете что конечно же ворота ворота то есть у нас лагерь ограничен только воротами забора нету в общем-то но ворота есть а ворота нам нужны для чего именно правильно для того чтобы получать самый нужный нам ресурс людей когда у нас будут построены ворота нам начнут приходить другие переселенцы ведь о какие у вас шикарные ворота можно мы к вам за них зайдем и мы их будем пускать или не будем пускать это уже на наше усмотрение будет ребята но в начале пускать придется всех это я вам сразу говорю потому что острая необходимость во всех жителях у нас у нас будет постоянно не хватать жителей это будет прямо тот серьезная проблема постоянно непрерывно я даже сказал к сожалению это так это факт здесь мы будем строить позже поля и прочие вещи а сейчас нам надо построить именно ворота для этого на у нас пластика надо больше поставим двух людей на пластик они вдвоем там носились еще быстрее еще больше о кабан ходит у нас тут видите какой как кабанов убивать я так и не нашел то есть написано что они могут нападать на колонистов ну не знаю пока еще не нападали ходят он как ручные их к сожалению напинать мне нельзя я не нашел как даже хищи хижину охотника ставишь и охотник как-то его не сильно охотит может и охоте ну так незаметно чтобы мы не видели как-то вот так графоний тут такой себе графоний ну не заради графония мы в нее играем если честно так у нашу бездомный есть есть ничего не переживай сейчас пластика он изобретут и нормально и поедем у нас уже второй день о здесь стройка поперла здесь тоже сейчас пойдет вот уже сейчас к нам придут первые переселенцы к нам увидите что это такое да очень интересный процесс они приходят обычно не знаю как с офицером с героем ну тут они названы специалисты которыми можно потом ходить по глобальной карте вы увидите как это выглядит выглядит очень примитивно конечно прямо скажем вот прямо прямо скажем очень примитивно но моему шумами ничего не отказав кушма так вот бегом часа не достроят его и мы увидим там сразу приходит позже у них периодичность меняется о ягоды собрали а там он еще есть не переживать вот прибыла группа сразу же вот с ней офицер то есть группы сразу небольшие там по 234 человека потом и будет больше потом они будут прямо с детьми приходи там по 20 по 30 ну пока вот так вот и с ними офицер вот офицер у нас то есть исследование 3 ну такое огневая мощь 2 ну вообще такое наука 3 собирательство 4 вот собирать может бегать и собирать единственный и плюс а так ни рыба ни мясо ну в начале как говорится даренному коню в чищеные колы и там зубы не смотрят поэтому будем брать всех тут без вариантов просто без вариантов у нас сейчас вот появились опять же бездомные и у нас появился офицер вот офицер этот наш специалист пардон прошу пардону вот им можно пройтись у нас на карте он есть ферма на ней есть немного можем сходить еды забрать у неё к есть определенное количество ходов ходы тратятся на перемещение аль на любое действие что-то взять или кого-то ударить или разведать территорию тратятся все оставшиеся ходы то есть можно там сразу с восьмью ходами подойти и посмотреть на все ходы или подойти на 7 остался один и на один поставить то же самое вот такая какая-то такая немножко не очень арифметика ну опять же моему шумаем так обратите внимание у нас просела сразу вода потому что потребление у нас практически равно производства хорошо что у нас есть запас так перемещаем рабочую зону а тут у нас что все у нас есть не переживайте у нас бездомные поэтому надо построить новых домиков палаточек сюда продлим теперь у нас он целых 12 человек здесь кстати у нас украшения для лагеря позже мы их обязательно построим сейчас будем строить мастерскую для инструментов и мастерскую портного но вперед мы заботимся проблемой воды 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 у нас здесь на карте много карта хорошая он выбираем где побольше давайте что-то подвинемся где тут ну тут что вряд ли будет это ближе к воде туда на на 75 где-то я видел давайте на 75 поставим но вот так во первых а во вторых мы поставим водонапорную башню чтобы воду эту запасать это очень важно повторить потому что у нас в машине собирается 300 и будет еще в бочке сопасаться по моему 600 и того будет 900 и случае если будет засуха либо еще какой-то катаклизм у нас будет запас воды от хранения который мы будем расходовать на то время пока у нас будет недостаток понимаете это очень важно можем кстати еще один колодец поставить не знаю тоже ладно потом поставим сейчас это не критично хотя бы проблема воды очень важная проблема на самом деле так теперь будем озабачиваться озабочиваться едой добыванием еды можно построить хижину рыбака но хижина рыбака такая штука вот и настроиться только возле воды вода не всегда есть и не всегда на близко и человек который там работает будет бегать к домам ночевать потом обратно носить свою продукцию на склад обычно это очень долго и не рентабельно не интересно то есть это тут озерцо рядом и в общем то имеет смысл обычно нет поэтому обычно строится дом зверолова дом зверолова прикольная штука но ее надо строить в лесу ведь эффективность рабочей зоны чтобы было сто процентов и этот лес надо вокруг не желательно не вырубать ну или если вырубаешь что опять же подсаживать для этого есть лесничество вот и сейчас вот у нас пойдут стройки у нас начнутся первые сложности сложности чем с ресурсами и нам надо для того чтобы себе ресурсов подкопить сделать пилораму пилорама что она делает пилорама она как нетрудно догадаться будет у нас добывать доски для строительства те которые мы сейчас просто собираем это очень хорошо у нас карта лесистая будет много вот кстати у нас а то вы специалисты окей тогда пока переместимся туда заберем в один заход мы не смогли забрать все мясо вот в два захода только забрали то есть за один ход она может забрать только определенное количество чего-либо вот конкретно 20 сколько до мяса 2 захода брала и у нас хорошо что такая лесистая карта у нас будет долгую возможность вырубать лес если бы карта было меньше ну нам бы тогда была необходимость строить еще и дом лесничего хотя мы так его наверное построим но чуть попозже дом лесничего лесничий об наоборот высаживает саженцы и там вырастают постепенно деревья то есть пилорама и там дальше будет станция дерево заготовки их вырубает а лесничий соответственно заготавливает это очень интересно этот баланс надо держать потому что если при большей сложности там деревом очень мало и вот баланс лесорубов и лесоводов надо очень тщательно оберегать вот начало у нас фактически положено все самое главное и нужное для начало у нас сделано продолжение будем развивать следующей серии ребята до следующей серии будем выживать пока пока